В обеспечении, например, в БПВИНе, с которым вы тоже можете познакомиться, прочитав соответствующие книги в списке литературы, используется иерархическая диаграмма, которая позволяет объединить все диаграммы бизнес-процессов в одну систему. Вообще, я могу сразу сказать, что вручную моделировать бизнес-процессы не получится. Вам придется изучить соответствующее программное обеспечение. БПВИН, сейчас он, по-моему, называется по-другому, All-Fusion процесс моделлер и что-то в этом духе, или, по крайней мере, Microsoft Vision. Иначе вы очень быстро потонете в этих схемах. На эту диаграмму вам рекомендую смотреть следующим образом. Чтобы достичь цели, необходимо выполнить определенные действия, или работу, или задачу. Это самое главное. Это ядро бизнес-процесса. На выходе получается продукт определенный, который приводит к достижению цели. Для этого вам нужно что-то на входе. Как правило, это нужна либо информация, либо материалы, которые вы обрабатываете. Входы – это то, что перерабатывается. Вам нужны какие-то управляющие воздействия. Например, инструкции. Как, допустим, если ваша компания предоставляет услуги по консалтингу, значит у вас должно быть какое-то руководство по тому, как вы реализуете консалтинговый проект. Если мы говорим о заводе, то это должны быть соответствующие технологические инструкции. Дальше, естественно, вам нужны для этого инструменты. Например, для подготовки отчета нужен компьютер, программное обеспечение и так далее. И вам нужны исполнители. Для анализа рынка вам нужен специалист, маркетолог. После того, как вы определили основной бизнес-процесс, вы начинаете смотреть, из каких процессов он состоит. И вот получаете соответствующую диаграмму декомпозиции. Правило очень простое. Оно должно быть максимально простой. И на одном листе не может быть больше девяти функциональных блоков. Почему? Потому что есть правило психологии. Семь плюс минус два. Человек способен эффективно обрабатывать не более чем семь плюс минус два объекта. В данном случае функциональный блок. Как правило в реальной жизни при моделировании бизнес-процесса, когда вы начинаете с некого основного процесса, вы редко уходите больше чем на два-три уровня глубины. Контекстная диаграмма еще называется диаграммой нулевого уровня. При ее декомпозиции получается диаграмма первого уровня. Ну и так далее. Мне не приходилось сталкиваться с моделями больше чем третьего уровня. Далее. Опять-таки, при моделировании эта вещь достаточно формальная. Вообще надо сказать, что IDF-0 была изначально придумана для разработки программного обеспечения. И очень успешно применялась, пока при разработке программы использовался процессный подход. Когда перешли к объекту, перешли к UML, вы про IDF забыли. Но все равно оно требует определенного формализма. Вы должны очень четко следовать. И вообще, я читал много лекций по процессному подходу. Ну и не только я, и другие. И много реализовывал консалтинговых проектов. Мне приходилось часто сталкиваться с ситуацией, когда мне говорят, «О, вот вы нам это рассказали, вот это не работает, вот у нас не получается». Во всех случаях причина одна. Нарушали рекомендованную последовательность действий. То есть, для того, чтобы достичь результата, вы должны очень четко следовать этому формализму. Итак, выделить процесс для моделирования. Понять, что внутри процесса, что вне. Это, на самом деле, достаточно сложная задача. И требует мозгового штурма. Честно говоря, в присутствии консультанта достаточно опытно. Проанализировать бизнес-процесс. На что он распадается, где входы, где выходы и так далее. Построить модели бизнес-процесса. Провести, если нужно, имитационное моделирование. Для большинства это вряд ли будет нужно. Но для полнатой картины все-таки я это включил. Ну вдруг у вас такой процесс, что действительно потребуется имитационное моделирование. Представить результаты моделирования оператором процесса, чтобы получить обратную связь. И провести анализ полученных результатов. Если нужно, вернуться на шаг. Очень редко эта последовательность бывает линейной. Кстати, как и инженер. Как правило, приходится иногда возвращаться на шаг и кое-что перепроектировать. Хотя, конечно, лучше этого избежать. Без всякого смысла. Итак, что такое выделить процесс? Построить контекстную диаграмму. Очень вам рекомендую внимательно ознакомиться с контекстными диаграммами, по-моему, чуть ли не два десятка, приведенных в электронном учебнике. И постараться посмотреть, как эти диаграммы соответствуют вашей организации. Кстати, одно из заданий, которое рекомендовано в электронном учебнике, как раз и состоит в том, чтобы построить карту бизнес-процессов и соответствующие контекстные диаграммы для вашей организации. Очень рекомендую выполнить это упражнение. Хотя бы приблизительно. Определить границы бизнес-процессов, масштаб, цель и точку зрения. А с точки зрения это очень важно, потому что один и тот же бизнес-процесс, например, важнейший процесс компании, может выглядеть по-разному с точки зрения акционера и с точки зрения топ-менеджера. С точки зрения акционера процесс выглядит просто. Максимизировать прибыль, чистый денежный поток, точнее дисконтированный денежный поток, цену на акцию или же, например, максимальную совокупную ценность редко или же стоимость компании. А вот с точки зрения топ-менеджеров, он уже выглядит по-другому. Удовлетворить, сформировать, удовлетворить потребности всех заинтересованных, чтобы удовлетворить и акционерам. Разработать метрики для измерения параметров, я уже говорил, нужно разработать систему показателей эффективности. Никуда от этого не бьется. Есть соответствующие технологии, я не буду на них останавливаться, они достаточно широко известны, и я думаю, что у вас будут бизнес-курсы на эту тему. Разумеется, чтобы сделать грамотную декомпозицию, нужно определить важнейшие задачи под процессы, взаимосвязи. Это довольно сложно сделать. Текущее значение показателей, ну это более-менее понятно, как делать. Очень важно понять, какие же вам модели нужны. Сразу могу сказать, что по опыту вам точно будет нужна модель графическая, и вам точно будет нужна модель описательная. Для процессов достаточно высокого уровня, нет, еще вам нужна будет, конечно, метрическая модель. Потому что вам нужно сопоставить, назначить, точнее, каждому из бизнес-процессов соответствующие показатели эффективности. Нужна ли вам будет затратная модель, зависит от того, как устроена ваша система внутреннего управленческого учета. Может понадобится, может быть нет. Наверное, понадобится, но не сразу. Понадобится ли вам имитационная? Для большинства процессов нет, для некоторых может понадобиться. Понадобится ли вам стоимостная? Ну, вряд ли. Хотя, если вы серьезно займитесь внедрением стоимостного подхода к управлению, что я вам рекомендую сделать, она вам, скорее всего, понадобится. Здесь дальше говорится о том, что нужно просто построить соответствующие модели. Имитационное моделирование. Если вам понадобится, вы с этим ознакомитесь. Есть, кстати, книга. Я не включил ее в список литературы, потому что она во многом повторяет. Но если вас действительно интересует именно имитационное моделирование, там это более или менее неплохо изложено. Авторы, если не ошибаюсь, Попов и Ойхман. Называется реинженеринг организации или что-то в этом роде. Но самое главное, это авторы, Попов и Ойхман. Очень важно представить результаты участников. Вообще, должен я вам сказать, что в моделировании бизнес-процессов огромную роль играет мозговой штурм. Необходимо четко пользоваться, знать, использовать правила мозгового штурма. Я их не буду повторять, потому что их, по-моему, можно даже в интернете найти. Но этим нужно обязательно пользоваться. И обязательно, совершенно неукоснительно, вы должны следовать правилам, что каждый из участников бизнес-процесса обязан высказать свое мнение. И вы должны это мнение спросить. Иначе вы не сможете получить всю информацию, необходимую для успешного моделирования процесса. Самая большая проблема, одна из главнейших причин провала проектов по оптимизации бизнес-процессов состоит в том, что кого-то забыли спросить. А этот кто-то оказывается ключевым исполнителем. Поэтому спрашивать нужно всем. Пользуйтесь, кстати, при мозговом штурме.